здравствуйте речь будет идти о суде у нас в Крывом Роге есть апелляционный суд Днепропетровский он находится в районе Сдержинки там где рудоуправление шахты было раньше так вот есть там такая судья Бондар Яна Бондар ты забыла что с Руденком было почему расформировали по уголовному все в Днепро уехали наверное ты хочешь так вот вы во всем виноваты это вы все рушите так вот что хочу я сказать вот это вот Бондар Яна хочет позбавить меня и моих членов семьи ознакомиться с материалами дела а дело какое дело это дурб который подает тепло без разрешительных документов так вот в Логинцевском районе им повернули назад потому что у них ничего нету не регистрации ничего и вы знаете откуда они со Львова то есть Криворожские тут никто не работает местный народ не работает все приезжие залетные как мусора залетные как исполкомовская как все местных жителей нету Яна скажи откуда ты сама тоже залетная так вот я узнал через реестр что будет суд она никому ничего уведомления не дает знаете что она написала когда я посмотрел рассмотрела рассмотрение дела без сторон то есть она будет сама натихаря сядет чтобы никто не выйдет не видел закрой двери от всех никому ничего не скажет и будет рассматривать сейчас я вам покажу как мы ходили туда и это все смотрели так это мало того в этом апеллисионном суде вы посмотрите сколько охранников Яна это ты за свой счет за свою зарплату их наняла или за бюджетные деньги напиши пожалуйста мне в комментарии я хочу знать сколько выделяется денег на вот этих вот зеленых которые там ходят и задают вопросы что вы тут делаете ты прикидаешь Ян он мне задает вопрос почему я пришел в суд это ты им так посоветовала то ли еще будет ты скрыла дело теперь я буду раскрывать его смотрите первой рог апеллисионный суд бюджет с у у у у у а у а Боишься, да? Коронавируса? Нет, я не хочу, чтобы на меня халькали, Эдик. Ясно. Они не боятся ничего, а я чтобы домой ничего не принес. Хлопцы, вы знаете, чем обраблены эти маски? Вам рассказывают? Нет? Вот такую маску надо, чтобы вам тёща сделала дома. Не знаете. Вот вся речевина, вот вся речевина, как вызывает развитие краковых пухлых. Да они хоть знают, что это такое. Почитайте. Для того, чтобы это всё понять, надо полежать в больнице, сходить в морг, на кладбище, увидеть это всё. И всё. И будет всем всё ясно. Это же не медичная маска. Это маска. Эдик, а что они сказали? А когда вам дают засыпь индивидуального захиста, а когда заставляют вас его одягать, вам повинны дать на него сертификат, правила використания. В сертификате мае быть для чего маска? Чим обраблена? Якою речевиною? Яки могут быть наслідки от этих речевин? З какого материала выготовлена? Ну, есть державные стандарты и обмена про використание засобов индивидуального захиста. А я бабки эти купляю, Маша. А какая разница? Они с одной кучи. Здравствуйте, девочки. У меня там видео есть выложено, как их в Индии, в Китае шиют. Шиют кидают на пол, потом ногами так заебают в мешок. Петпильники 31 у вас тут, да? И нос это. Просто маска, речевина остыня есть, что обраблются маской. Смотрите, сколько привихло. Это сколько? Это что такое? Это что, конвой, да? Чекалаул. Какой ужас, Калаул. Ребята, а что же вы на темную? Ну, эконом-то деньги. Уже все оплачено. А что это, в наморнике? Я? Да. Я не в наморнике, Миша. Это наморник. Нет. С какой целью? С какой целью? А я вам расскажу. Я инвалид. У меня поражена нервная система. Я стою на учете. Просто делать мне нефиг. Вот это хожу. А что вы делаете тут? О, уже начало менять. Да, молодец. Я знаю. А что нельзя снимать? Вы у Ткаченко спросите, Евгения. Один тоже запрещен. Сейчас его судят Дзержинского. Не курс? Ну так спросите. Ему пятерочка пахнет. Вот вы сюда пришли. Почему вы не идете работать? Спасать страну. А, тут же попросите. Тут просто пришел, задал вопросы и получил мзду. Вот вам сколько лет? Вот вы задаете 60-летнему мужчине, что вы здесь делаете? Вам не стыдно это делать? Вообще вы воспитанный ребенок или нет? Что вы должны были это сделать? Юра, это не этот ребенок задает. Это во-первых. Во-вторых, он уже не ребенок. Во-вторых, хлопцы, смотрите, мы пришли в свою властность. Да. И у вас. Что вы тут делаете? Вы что, вы ничего не перепутали? Вот я співвластник цієї установки. Вот переверить. Я хочу в них прийти, переверить еще документы, как они ее отримали. Взагалі. Да. Где приемы заточные акты? Вы вообще в кульцах или нет? Как им передавали? В общем, мне... Они мне аренду за использование данного помещения. Вот и прокуроры, что тут сидят. Вот и в мантиях, которые называют себя судьями. А до суддей им далеко-далеко. Лашпиндоски. Я их так и называю. Прямо в заседании. Лашпиндоски. Скажи, что вы тут делаете? Сынок, я тут радился. Мы строили все здания. Не для того, чтобы вы мне задавали вопрос. Понимаешь? Кто мне задает вопрос, то сразу задает мне 200 гривен. Юристы, адвокаты, психологи. Тем более психолог. От 600 гривен. Я 400 гривен с кассиром. А, пришла брать справа. Скажи, что вы тут делаете? Молодец. Пришли ознакомиться с этой справой. Так, чтобы вы понимали. Это наше помещение. Хотел узнать, кто у тебя работодатель. Кто у тебя работодатель. Ты вообще знаешь, где ты, на кого ты работаешь? На территориальной громаде належишь. На какую вы працювать можете. Вот за такие вопросы, когда тебя уже знаешь куда отправить? На эквалифсионную комиссию. Чтобы вы тут стояли и не задавали лишних вопросов. А выполнили свои обвинения. На право здания. Охраняли это помещение, чтобы его, не дай бог, кто-то не поломал. Ага. Скажу, что вы тут делаете. Это что, была такая команда? Ну, чтобы этих трех улиц не побывали. Бо мы их будем судить. Я им завжди говорю, вы смотрите, чтобы с вами ничего не стало. Вы что, погрожаете? Нет, я переживаю. Я предупреждаю о своих дальнейших действиях. Судить будем вас. Погроживать никто не погроживает. Вот там на площадь вы водите, прямо на площадь. Супать людей, какие были судья. Так, вот это вот. И вот если будет мороз, то 40 градусов. Их будут возить в этой машине. Вот скажи, ты готов за жизнь положить за идею олигарху? Ну, чтобы он у нас с тобой, по продовжению олигарху. Природные ресурсы. Готов заниматься? А я за свою идею готовить вас. Эдик, ты нам еще нужен. А как ты думаешь, у какой армии сильнейшая мотивация? Та, у которой есть какая-то идея стержень. Читай-ка за гроши. Не хочешь, не хочешь, а мама Гауя. Особенно, когда гроши перестают платить. А вы же вам будете рассказывать. Ссылочки, вы держите. Мы вас поддерживаем. А сами собирать самолеты, блин, и валить отсюда. Янукович, а видел, как смылся? Со своими прокурорами, ментами. Самыми главными. Но вы держите. Где остались их подчиненные? Вас выставлять, говорит Людмила, в две ширины. Против сотен тысяч людей. Вы держите. А мы сейчас. Мы с вами. Мы мысленно с вами. А сами в самолетике свои были. Вперед, Орлы, а я за вами. Я грудью постою за вашими спинами. И туда. Что ж вы герои пока в десять на одну? Нет, не должно быть. А когда один на один, уже не грудь. Приходим двадцать человек. А их тоже стоит. Приехало человек двадцать вверховский. Так, ну что дети. Когда из-за углов выходят. Ой. Кажу. Макола, думаешь. Это вы меня? Не, 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 не. Так это я. Иди. Не, не, Ленин, ты что. Я ж нормально. Да. Так это один на один. А если у вас один против десяти будет? Что будете работать? Так, ну ладно. Продолжение будет следовать сегодня. Добрый день. 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 Для улучшения. Вашей видимости на ютуб канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео. Продолжение следует.